Суд по экономическим делам признал виновным председателем правления Регаснаму Абсейм Нейкота из Игоря Трубко в предложении взятки в размере 2,1 млн евро главе фракции за прогрессивные в Рижской думе Мартин Шокосовичу и приговорил его к тюремному заключению сроком на 4,5 года. Также суд запретил Трубко заниматься личной коммерческой деятельностью в течение пяти лет и оштрафовал его на 200 минимальных зарплат. Это 124 тыс. евро. Министр финансов Арвил Ашераденс призвал органы безопасности провести проверку возможной внешней уязвимости систем информационных технологий службы госдоходов. Как заявил министр, в соцсетях распространилась информация о том, что IT-системы службы госдоходов могут быть уязвимы извне. Исследователь теневой экономики Арни Саука предупреждает, что теневую экономику могут усилить сообщения политиков о повышении пенсионного возраста и налогов. В 2021 году теневая экономика в Латвии выросла до 26,5% от ВВП, а общая сумма недополученных налоговых поступлений госбюджета превысила 2,7 млрд евро. И нужно быть довольно бездарным или необразованным, чтобы верить, что повышение налогов в такой ситуации увеличит доходы бюджета, говорит Саука. Жители Латвии только за прошлый год приобрели почти тонну инвестиционного золота, что вдвое больше, чем до февраля прошлого года. Инвестиционное золото продается без НДС, а вот при последующей продаже с выгодой придется заплатить 20% налога на прирост капитала. Сейчас унция золота достигла цены почти в 2000 долларов, и, по прогнозам инвесторов, в ближайшие год-два золото не перестанет расти в цене. Отопительный сезон подошел к концу суммозадолженности за отопление жителей не сильно выше, чем в предыдущем году. Как полагает Ассоциация предприятий теплоснабжения, без мер господдержки ситуация была бы значительно хуже. С приближением лета тарифы активно пошли вниз, но в следующем отопительном сезоне ожидается, что цены на отопление будут такими же, как и этой зимой при господдержке. Ежегодно в Латвию возятся более 30 тысяч тонн разных видов одежды, обуви и домашнего текстиля, из которых почти половина – это бывшая в употреблении одежда из других стран. Несмотря на то, что объем секонд-хенда, который следует через Латвию транзитом, увеличивается, Латвия по-прежнему является важным экспортным рынком для бывшей в употреблении одежды, которая близка к статусу отходов и грозит оказаться на свалках. А в микрорайоне Дрейли, не буквально в километре от жилых домов, планируют построить мусоросжигательный завод. Точнее, строить планируется когенерационную станцию по производству электричества. Но в качестве топлива она будет использовать бытовые отходы. Местные жители опасаются за качество воздуха, здоровье и цены на недвижимость в районе. С сегодняшнего дня, 14 апреля, максимально допустимая скорость движения на эстакадах Южного моста в Риге вновь составит 70 км в час. Как сообщили в Департаменте дорожного движения Рижской думы, смена дорожных знаков была произведена до 15 часов. На следующей неделе в Латвии в связи с усилением влияния антициклона осадков будет мало, а вот солнце будет проглядывать очень часто. На выходных температура воздуха понизится, днем будет не более плюс 14 градусов. В Латглэм возможен мокрый снег, а вот на новой неделе днем будет около плюс 18. Продолжение следует...